Телеканал КРТ представляет Тем более он хорошие вещи говорил На стадионе красиво выступал На колени остановился Все так было Понимали вроде бы, что театрально, профессионально Но с другой стороны хотелось верить После пяти лет бед от Порошенко Хотелось верить в эту улыбку И повторюсь, сегодня тишина Такое ощущение, что не было года президента Он мог бы выступить, сказать Вот смотрите, я там вот обещал то-то Из того, что я обещал, я сделал это Вот так-то, так-то, судите, не судите Дайте мне еще там время Вот вы все-таки перетерпите Я такого не слышал Может вы слышали, скажите Если нет, то я предлагаю сегодня подвести Итоги года президента Сейчас мы повесим все его обещания Можете сверяться с видеозаписями С газетами, с текстовками, с сайтами Вот они взяты оттуда Я их сейчас прочту А потом мы по каждому из них пройдемся И скажем А так ли на самом деле все получилось Как он нам рассказывал Вернее, как он обещал Предвыборное обещание от первого лица Первый законопроект Это народовластие Ну это чтобы мы с вами принимали решение Даже не он, не его этот моноквази-большинство Слух врагов А закон об импичменте Выборы в парламент Местные советы по открытым спискам Ну то есть, чтобы не спрятанные черти Появлялись потом А люди, чтобы видели Кто идет от какой партии Идем дальше Законопкодавство и депутатские прогулы Лишение мандата Возвращение доверия к суду Движение Украины в НАТО Реформа службы безопасности Налоговая реформа и налоговая амнистия капитала Формирование прозрачного рынка земли Вот здесь мы на радостях все не обратили внимания Он тогда еще говорил, что готовится землю на торги выставлять Украинец, главный акционер Украины Искоренение коррупции Переход к страховой медицине Реформа образования Пенсионная реформа Монетизация льгот и субсидий Сейчас, реформа образования Пенсионная реформа А, пенсионеры, слышите? Восстановление аэропортов Аэропортов в каждом областном центре Открыто Голосование на выборах Референдум через интернет Доступ к быстрому интернету всех жителей Итак, вот обещания Зеленского Которые не в последнюю очередь помогли ему стать президентом Ну, а теперь разбираем Че исполнил? Народовластие Ну, вы понимаете, чушь собачья Не исполнил Более того Вот сейчас человек говорил о продаже земли 76% украинцев выступают против торговли землей На сегодняшний день 76% Раз Конституция говорит, что земля это собственность народа А не президента и парламента Два Три Такие вопросы решаются на референдуме А не дикими дебилами в парламенте Которые ездят за наш с вами счет в трусковец Чтобы хоть немного научили запятые расставлять правильно Плевать они хотели на народовластие Его нет Народ в этом смысле отстранен от принятия правильных и нужных законов Еще раз Когда ему скажут Когда ему скажут Что вы сделали? Он скажет Я принял закон об импичменте Это моя была разработка Парламент проголосовал Запомните Он выписан таким образом Что объявить импичмент президенту Особенно сейчас Нереально Вот Ни юридически Ни де юре Ни де факто То есть это был фарс на самом деле Идем дальше Обещание Придумать Отзывать нардепов Да Ну вот мы же смотрим на них Думаем Юб Кого мы выбрали А отозвать не можем Все Такая фигня Ребят Не сделал этого Зеленский Дальше Он там говорил о выборах в парламент По открытым спискам и так далее На самом деле Они приняли избирательный кодекс Изуродовав Наше с вами избирательное право Вот вы пока просто на это не обращаете внимания Я Самый простой пример приведу Самый простой Когда придет время выборов Вы будете смотреть в списках Или там В перечне на мэров городов В партии Тех политиков И те партии Которые вы бы хотели видеть Многих вы там не увидите Знаете почему? Зеленский и слуги народа Зеленые Приняли избирательный кодекс В такой редакции Что чтобы я баллотировался Допустим На мэра Киева Мне нужно за это заплатить Там 4 миллиона По-моему Чтобы партия Участвовал А нет Стоп По-моему Даже не 4 8 миллионов Можете себе представить Просто за то Чтобы я подал свою кандидатуру На мэра Киева В Днепре там дешевле Чуть-чуть там Ну и так далее Чтобы партия смогла Участвовать в выборах По Украине Ей надо заплатить В общей сложности 88 миллионов Скажите пожалуйста Уважаемые люди Какие партии И какие жулики Смогут заплатить Такие деньги Да только те Которые прикормлены Давно на службе У олигархата Или сам Зеленский С его этой гоп-командой Зеленые слуги Все Больше никто Ну это нереально То есть Мы хотим увидеть В списках своих людей Представителей страны А мы их не увидим Потому что Эти люди не смогут Заплатить эти взносы Так вот эту фишку Сделал Зеленский Запомните это Зеленский И слуги народа Это очевидно Антиконституционное Ограничение Наших с вами Нашего с вами Избирательного права На то Кого мы хотим Видеть В парламенте Президентом И так далее Ну вот они Мэром Но они сделали так И сделали это специально Идем дальше Кнопкодавство И депутатские прогулы Лишения мандата Ну вы же знаете Без меня Это чушь Зеленые кнопкодавят так Что порошенковцам Еще этого не снилось То есть Ну Обман Возвращение доверия К суду Абсурд полный Доверия к суду И к судебной системе Украинцев Сейчас нет Доступ к суду Такой же Такой же как При Порошенко То есть Он ничего не сделал Чтобы Снизить судебные Пошлины И люди спокойно Могли в суде Защищать свои права Ничего Я вообще считаю Что не должно быть Никакой судебной Пошлины Для того чтобы Я подал иск Потому что Я плачу налоги И кормлю этого Судью и его семью И других судей Кормлю И вы точно так же Делаете И для того чтобы Защитить свои права Я еще должен Заплатить пошлину Чтобы обратиться в суд Тогда зачем я плачу налоги Вопрос Зачем мне такой суд Зачем мне такой президент Зачем мне такой закон Который точно не работает на меня Люди для того чтобы Обратиться в суд Должны заплатить Минимум пошлину В первой инстанции Порядка 1200 гривен где-то Вторая инстанция Там в два раза больше Третья еще там больше Может простой человек Заплатить 10 тысяч Только судебными пошлинами Которые ему надо Ну когда ему надо Пройти три инстанции Ничего не сделано В этом смысле Более того Весь состав Верховного Суда Набранный для Порошенко И Порошенко Остался и пребывает Прекрасно В хорошем здравии Себя отлично чувствует Но я так понимаю Там вообще уже Дружба пошла Между Я буду вашим выруком И самим этим Обвиняемым Итак Не исполнил Дальше Движение Украины в НАТО Собственно говоря Внешняя политика Сегодня Зеленского За которую отвечает Президент по Конституции Он отвечает За Министерство Иностранных дел За министра Иностранных дел Она вызывает Ну скажем так Удивление Это же надо научиться Это надо уметь Ставить министрами Таких странных персон Которые Умеют рассорить Украину С ближайшим соседом Например Белоруссией Или рассорить Или скажем так Создать напряженность В отношениях Со старинным Украинским союзником Республикой Кубой Вы слышали об этом Отдельную передачу Не хочу повторяться Редактор субтитров А.Семкин